Данное видео будет о относительно недавно обнаруженных пещерах в Китае. Площадь этих пещер приблизительно 3000 квадратных метров, расположенные в той же провинции. Ну, относительно недалеко там, где и так называемые пещеры Лонгью в Китае. По пещерам Лонгью я уже делал видео, я выложу ссылку. А это пещеры, которые были обнаружены относительно недавно и имеют в точности такие же признаки обработки камней. То есть, все абсолютно одинаково. Я делаю тот факт, что никто не знает, когда эти пещеры были построены. Я могу приблизительно сказать, как были датированы пещеры Лонгью. То есть, с датой никто не знает, датировать в принципе их невозможно, ну, по крайней мере, согласно официальной версии. И как они сделали? Они находят наиболее крупного значимого правителя данного региона. И, разумеется, самый крупный это был первый китайский император Цинь Шинь Хуан Ди, который правил примерно в 2020 году до нашей эры. И все приписали им. Но на самом деле, кто и когда построил, они не знают. И только так они могут предположить, что было построено во времена самого крупного правителя, то есть, первый китайский император Цинь Шинь Хуан Ди. Это же касается и этих пещер. Даты никто не знает, кто построил, не знает. Почему они брошены были, не знает. Почему нет ни одного документа об их строительстве, никто не знает. Это же касается и Баальбек. Вот, говорят, Баальбек построен ремлянами. Ни во время ремлян, ни до них нет ни одного документа, который бы указывал, что было потрачено столько сил, столько труда, столько денег на строительство этого объекта. И почему какой-то глухомании, грубо говоря, Баальбек, сам храм и все эти колонны в десятки, если не в сотни раз больше по весу и по своей громадности, чем в самом Риме. Кто бы это время разрешил построить такое громадное сооружение, намного происходящее все римские. Это же касается и вот пещер Лонгью. Нет ни одного документа, ни времен Цинь Шинь Хуа Ди, ни до него, ни после него. Нет ни одного документа, который бы указывал, что кто-то построил эти пещеры. Хотя китайцы тоже скрупулезно вели записи разных своих правителей. Все тоже был какой-то, велся учет, какие-то есть записи. А тут ничего, гробовая тишина. Кто построил, неизвестно, когда построил, неизвестно. Очень интересный способ обработки камня. Такими ровными линиями. Ну вот представьте, вот идет каменоломня. Ну кто будет такими ровными линиями выбивать саму поверхность? Это, ну, неимоверный труд. И самое главное, для чего? Для чего делать эти ровные насечки? Ну, с другой стороны, вот точности такие же насечки оставляет машина при обработке камня. Я покажу несколько фото, вот как машина обрабатывает. Она точности оставляет такие же ровные насечки, такими же линиями. И вот... И вот... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, как минимум, одни вопросы. Ответов, конечно, нет, как я уже говорил, только машина времени может дать ответы на все вопросы. Но в любом случае, как минимум, удивительно, что эти пещеры, они на данный момент заполнены водой. Также я хочу сказать, как были найдены Лонгью пещеры. Они тоже были заполнены, они тоже были заполнены, они тоже были заполнены, они тоже были заполнены полностью водой. И только случайно один местный фермер решил там сделать себе то ли бассейн, то ли колодец. Но это не суть важно. Он решил осуществить одну из пещер и к своему удивлению обнаружил, что это гигантская пещера. Он думал, это какой-то там колодец маленький, а что это гигантская пещера. То есть, никто из местного населения ни слухом, ни духом не знал про эти пещеры. То же самое и про эти. Обнаружены были относительно недавно. Сам камень там, санстоун, это песчаник. И, ну, относительно, конечно, легко обрабатывать, хотя, видя по самому... И вот многие спрашивают, а куда девался выработанный камень? Тоже многие говорят, что еще не менее загадка, куда делся весь камень с этих пещер. Ну, куда высыпали эти отвалы этого камня. То есть, тоже тайно покрытые мраком. Если они его в труху перемололи, там, по речке спустили, кто его знает. Ни отвалов в ланью пещер, неизвестно откуда, куда делся камень. То же самое и касается и эти пещеры. Нету отвалов, вот этих гигантских отвалов этой выработки породы. Куда она делась, тоже толком пока неизвестно. Ну, и в заключении я хочу сказать, что подобную обработку камня я видел в Египте. Видел в землях Ханан, так называемые финикийские каменоломни. Частично они есть в Испании, в бывшей колонии Карфагена, тоже она такая финикийская. В Ближний Восток, вот она немножко там, самый край Анатолия, уже ближе туда, в Сирии. Вот в тех местах тоже есть подобная обработка камня. Также, если мне память не изменяет точности, такая же обработка и есть, по-моему, Марсель. Это древняя массила такая, полугреческий, полуфиникийская холония. Там толком непонятно, кто их первый основал. Но в итоге ее контролировали греки. То есть, они потом ее перехватили. Ну и в других вот таких вот древних, очень древних каменоломных, вот такой вот есть специфический, очень такой трудоемкий процесс обработки камня, по крайней мере, с нашей стороны. Намного проще было бы либо кленовым способом, либо просто вот расколоть. А они, как слой за слоем, шаг за шагом, делали такие специфические насечки, такие иногда даже полукругом. То есть, это не просто вот прямые насечки, а иногда даже встречаются полукругом. То есть, это было какое-то вращательное движение, какое-то механизм. Кто его знает, что оно такое и что приводило его в движение. Ну, вот все, все, что имеется на данный момент. Все остальное вы видите дальше в видео. Спасибо за вас, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА